Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, глубоко уважаемый президиум. Спасибо большое за возможность выступить на данной конференции и осветить достаточно интересную, но редкую в то же время тему заболевания, такие как герминогенные опухоли. Как я уже говорила, данная патология встречается крайне редко, всего 1% от всех злокачественных опухолей у мужчин, но в чем же особенность данной патологии? Чаще всего болеют молодые, работоспособные люди, которые в молодом возрасте заболевают опухолей яичка, и данный вид опухоли отличается высокой чувствительностью к химиотерапии. Заболеваемость в настоящий момент, что в Российской Федерации, что в целом в тенденции в мире, продолжает расти, в основном это лица европеоидные, то есть белые мужчины, молодые. Что касаемо диагностики, мониторинга заболеваний, также прогнозирования, стандартом являются классические опухолевые маркеры, это альфа-фетопротеин, ЛДГ и хореогенический генотропин человека. Данные маркеры используются с 50-х годов еще прошлого века и в настоящий момент являются стандартными, однако их прогностическая ценность и предиктивная не абсолютно, особенно что касается семеномных герменогенных опухолей. В настоящий момент в соответствии с стандартами оказания медицинской помощи для определения группы прогноза у данных больных используется шкала классификации IGCG, принятая в 1977 году, на основании которой пациенты делятся на три прогностические группы. Это благоприятный, промежуточный и неблагоприятный прогноз. Также на прогноз заболевания влияет гистологический вариант опухоли – это несеменомные или семеномные герминогенные опухоли. Следует отметить, что для семеномных герминогенных опухолей не бывает группы неблагоприятного прогноза. Также отличительным является для данной группы патологий, что четвертой стадии заболеваний не существует, у нас всего есть три группы. Что касается неблагоприятных факторов прогноза по данной классификации, к ним относятся локализация первичной опухоли в средостении, наличие нелегочных висцеральных метастазов, это метастазы в печени, в костях или в головном мозге, и также повышение уровня опухолевых маркеров. То есть чем выше уровень маркеров, тем хуже прогноз заболевания. Также при уровне ХГЧ больше 50 тысяч обязательно необходимо выполнять магниторезонансную томографию головного мозга, так как очень часто при таких высоких цифрах отмечается поражение. Несмотря на то, что данная опухоль является курабельной и общая выживаемость данной группы пациентов высокая, примерно от 3 до 10% по данным литературы пациентов оказываются резистентны к проведенному лечению. Резистентность бывает как связана так и с первичной резистентностью к препаратам платины, это может зависеть от мутационного статуса опухоли или других причин, которые исследуются в настоящий момент. Но также на прогноз заболевания оказывает неквалифицированная медицинская помощь. Очень важно при данной группе патологии при лечении соблюдать дозовую интенсивность, также цикловую интенсивность, то есть лечение должно проводиться срок-срок и откладываться или переноситься только в каких-то экстренных случаях. Также по всем рекомендациям и нашим, и зарубежным указано, что лечение таких пациентов следует проводить в специализированных центрах, где врачи имеют многолетний опыт в лечении данной патологии. Если мы обратимся к тому, что же все-таки новое в прогнозирование данной группы пациентов, это был пересмотр концерна IGCCG в 2020 году, разделили исследования на две группы, это больные с несеменомными и семеномными опухолями. И первое, на что стоит обратить внимание, что увеличилась общая выживаемость пятилетняя у данной группы пациентов благодаря эффективному лечению, благодаря постоянным разработкам в данной области, так все-таки это молодые ребята, которых можно избавить от данной патологии. И вот можно отметить, что пятилетняя уживаемость выросла с 50% до 67% в группе неблагоприятного прогноза. Какие же факторы новые, которые, оказалось, влияют на прогноз? Эти пациенты были пролечены в промежуток с конца 80-70-х годов до 2013 года. И оказалось, что повышение возраста, то есть каждые 10 лет повышают риск прогрессирования заболевания на 25%. То есть чем старше пациент, тем хуже у него прогноз, и тем тяжелее его лечить. Как ни странно, оказалось, что наличие метастазов легких также влияют на прогноз заболевания и ухудшают его. И уровень ЛДГ. То есть если мы возьмем классификацию 1977 года, то там повышение уровня в 10 раз ухудшает прогноз заболевания. По новым данным повышение даже уже в 2,5 раза от верхней границы нормы повышает риск прогрессирования 46%. Есть вот такой прекрасный калькулятор для индивидуального подсчета выживаемости без прогрессирования у больных с несеминовными герменогенными опухолями, куда вот уже включены новые факторы неблагоприятного прогноза. Ну и для семиновных герменогенных опухолей единственным фактором, который действительно ухудшал прогноз заболевания, это повышение уровня ЛДГ в 2,5 раза от верхней границы нормы. То есть также мы видим, что в группе с более низким ЛДГ и общей выживаемость, и выживаемость без прогрессирования была лучше в сопоставимой группе. Какие же новые маркеры исследуются в данной области? Их много на самом деле исследований, большое количество. Ну вот здесь на слайде представлены некоторые из них. Это ПДЛ, экспрессия различных генов, гиперметилирование промоутеров ДНК. Ну и самый перспективный из исследуемых – это микро-РНК. Все мы знаем, что ПДЛ – это предиктивный фактор для других онкологических заболеваний, при раке легкого, шейке матки. И вот решили посмотреть исследователи, что же насчет герминогенных опухолей. И получились достаточно интересные результаты, что высокая экспрессия ПДЛ оказалась, что у пациентов в этих хуже прогноз, чем у пациентов с низким ПДЛ. Это вот одно из первых исследований вообще в этой области. И исследователи пошли дальше и решили посмотреть, что же все-таки в опухоли инфильтрирующих лимфоцитах. И тут вообще оказалась совсем картина наоборот. То есть при низкой экспрессии ПДЛ в самой опухоли, но высокая экспрессия ПДЛ на ТИЛС вообще ассоциирована с более хорошим прогнозом, и выживаемость при прогрессировании, и общая выживаемость в данной группе пациентов оказалась намного лучше, чем у пациентов, у которых экспрессия на ТИЛСах ПДЛ была ниже. Ну, конечно же, данные маркера еще исследуются, они сходят в стандарт клинического обследования у пациентов. Но вот такие интересные данные получаются. Также была исследована сверхэкспрессия генов, в частности МДМ-2, и оказалось, что чем выше экспрессия, тем более склонность в данном виде опухоли к резистентности на фоне платиносодержащей терапии и возникновению рецидива заболевания. То есть тоже это может нам предсказывать, например, при первичном лечении больных с опухоли яичка, что если повышенная сверхэкспрессия, то это более неблагоприятный прогноз и, скорее всего, в будущем первичная химиорезистентность. Также есть исследования по гиперметилированию в МГМ и калька. Они также были ассоциированы с неблагоприятным прогнозом заболеваниям, более худшая безсобитивная выживаемость и развитие первичной резистентности для больных с несименомными герминогенными опухолями. Ну и, конечно же, достаточно большое, огромное количество исследований посвящено изучению экспрессии микро-РНК, в частности 371А. Совершенно потрясающие результаты получили исследователи в 2019 году. Исследовали, соответственно, большое количество пациентов, как семеномные, так и несименомные. И при сравнении с стандартными опухолевыми маркерами, которые показывают чувствительность примерно в 70% случаев, получили чувствительность в 96, что очень, соответственно, большая цифра, и вот такие результаты ошеломляющие. И на самом деле такие исследования ведутся просто во всех практически ситуациях, и на начальной стадии заболевания, и после орфуникулуктомии, при первых стадиях, и оценка мониторинга эффективности лечения, и прогностические и претективные факторы, прям огромное-огромное количество. И ведутся все эти исследования аж с 2005 года. И вот последнее, что было продемонстрировано на АСКО в 2023 году исследователями, что микро-РНК-371, опять же, самый популярный в этой области маркер, обладает высокой специфичностью. После орфуникулуктомии исследовали на разных точках экспрессию данного маркера, и оказалось, что если есть экспрессия, то, соответственно, это негативный фактор прогноза, и у этих пациентов чаще возникает рецидив заболевания. И также чувствительность, вы тоже видите, конечно, не такая замечательная, как была в предыдущем исследовании, но 0,76 АУК тоже очень хороший результат. Ну и, соответственно, какой мы можем сделать вывод, что в перспективе определение экспрессии микро-РНК может влиять на выбор адювантной терапии. И, возможно, пациентов, у которых экспрессия низкая, вообще не нужно никакого лечения, их нужно наблюдать, а тех, у кого высокая, нужно проводить адювантную химиотерапию в соответствии со стандартами. Ну, у нас в институте тоже проводятся исследования на эту тему. У нас разработана своя собственная система по определению выделения микро-РНК. Настоящий момент исследования в этой области продолжаются. Какие можно делать выводы по этой теме? Все равно основные факторы неблагоприятного прогноза остаются неизменными. Несмотря на все те исследования, которые проводятся, стандарт остается прежним. Это классификация IGCG 1977 года с соседшей стратификацией. Идется большое количество исследований по поиску прогностических и предиктивных факторов. Самый популярный и перспективный – это микро-РНК. Конечно же, необходимо больше исследований по предикторам химиорезистентности, так как эта проблема остается. Все равно часть пациентов по какой-то причине не отвечает на лечение. Это молодые парни, которым бы хотелось все-таки помочь и излечивать это заболевание все лучше и лучше. Ну, и хотелось бы отметить также, что учитывая высокую крабельность опухолей и редкость патологии лечением, должны заниматься онкологи в специализирующих центрах, которые имеют опыт ведения больных с герминогенными опухолями. Это прописано во всех наших рекомендациях. И если в регионах есть такие пациенты, то у нас каждый понедельник проводятся обсуждения, у нас есть телемедицинские консультации. Обязательно и желательно все-таки пациентов обсуждать с теми врачами, которые лечат эту патологию каждодневно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.